Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Интересно будет. Обещаю. Для кого играют спортивные клубы Самары? Естественно, для болельщиков. У баскетбольной Самары тоже есть свои фанаты. Они следуют за командой буквально по пятам. До домашних матчей трибуны почти забиты до отказа. Поддерживают баскетболистов и в гостях. Болельщики побывали вместе с командой в Химках, Екатеринбурге и Ижевске. И везде Самара добивалась важных побед. Как сложился 2016 год для баскетбольного клуба, мастеру спорта расскажет его президент Камопа Гасян. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы оценил достаточно позитивно 2016 год, потому что в этом году произошло очень много известных событий. Если мы возьмем хронологию и начнем с начала года, то нам удалось наконец-то в конце февраля 2016 года сформировать Попечительский совет, куда вошли очень известные наши знаковые люди региона. И возглавил Попечительский совет по поручению губернатора, вице-губернатора Овчинников Дмитрий Евгеньевич. Вот так же туда вошли и представители и города, руководство города туда вошли, и представители депутатского корпуса областной думы, крупнейшей организации бизнеса Самарского региона. И вот сегодня мы можем сказать, что год мы завершаем достаточно успешно. На сегодняшний день у нас нет никаких финансовых задолженностей ни перед игроками, ни перед работниками клуба, ни перед Федерацией баскетбола. За счет чего вам удалось собрать таких знаковых людей в свой клуб в Попечительский совет? Этих людей я очень много лет уже знаю, и они меня знают очень хорошо. Я думаю, что определяющим фактором является то, что баскетбольный клуб Самара все-таки ориентируется на местные кадры. И то, что нам в клубе удалось создать такую баскетбольную структуру от детской школы, от детских команд, юношеской, молодежной и профессиональных команд, вот эта баскетбольная вся структура, она считается одной из лучших в российском баскетболе, и это отмечали и президент РФБ Кириленко, и президент Лиги ВТБ Кущенко. Они приезжали сюда, они видели, как мы проводим наши официальные игры, мероприятия. И я думаю, что люди, которые занимаются либо законодательной деятельностью, либо бизнесом, им близко то, что мы видим, куда мы вкладываем средства, мы видим плоды своего труда. И вот даже наглядный пример, показателем любого клуба является главная команда. Вот главная команда баскетбольного клуба Самара примерно на 75-80% состоит из местных воспитанников. Ну, найдите еще хотя бы один такой клуб по игровым видам спорта, где бы такой процент составляли местные воспитанники. Так Попечерский совет за год доволен работой клуба? Я думаю, что он очень доволен. Единственное, немножко смазала вот последняя наша кубковая игра, которую мы в упорной борьбе проиграли. Хотя мы, ребят, предупреждали, что кубковая игра, тем более, она единственная. Но, знаете, так получилось, что вот этот не... Как сказать... Вот этот наш календарь, насколько он имеет много проблем. Потому что бывает, мы в 10 дней играем одну игру, а в декабре мы сыграли... За 8-9 дней мы сыграли три игры. И вот к игре кубковой с ревдой, ребята, видимо, не хватило свежести, что ли. Поэтому так-то мы сыграли хорошо. Единственное, мы не смогли попасть с хорошим процентом. Ну да, там даже мы в конце вышли вперед. Да, вышли вперед на последней минуте. Но вот видите, в концовке это всегда лотерея. Наши побечители, конечно, и строги, и, как сказать, ставят перед нами задачи серьезные. Но в баскетболе разбираются и понимают, что и как-то. Да, они много лет следят за клубом. Поэтому я думаю, что таких людей силком как-то затащить в побеческах это просто невозможно. Эти люди дали согласие по зову своего сердца, потому что они разделяют политику клуба. А для нас это очень важно. Ну, если говорить уже о годе спортивном, что же было интересного, что действительно запомнилось? Какие матчи, какие победы? Ну, вот смотрите, начнем с самых наших младших. Во-первых, наши все детские команды, 2001 год в основном, он вышел в финал, главный финал страны. Для нас это высокий показатель. Поднимаемся чуть выше. Команда детской и юношской баскетбольной линии. Мы в этом году стали третьими. Ну, вот представьте, сколько регионов в стране, сколько клубов, сколько разных школ. И мы стали третьими, уступив только грандом российского баскетбола. Это ЦСКА и Химки. И согласитесь, это почетное третье место, оно нас ставит достаточно высоко. Потом у нас идет, следом идет молодежная команда. Мы стартовали в прошедшем сезоне, стартовали в этом турнире, выиграли регулярный чемпионат. Более того, мы взяли финал к себе в Самару, провели его на самом высоком уровне, получили очень высокую оценку от руководства Лиги ВТБ. Чуть-чуть нам не повезло в финале, мы заняли четвертое место, но мы потеряли самого ведущего игрока, Данила Стенегубова, который был травмирован и в финальном этапе не принимал участия. Но спорт есть спорт. Но выиграть регулярный чемпионат, попасть в финальную четверку в первый же год и провести такой праздник, я думаю, что это большое событие для нашего региона спортивного. Что касается главной команды, нам наконец-то в прошедшем сезоне удалось попасть в финал четырех Кубка страны, и там были команды Лиги ВТБ, «Зенит» питерский. Но, к сожалению, нам там не удалось занять призовое место, но уже само по себе попадание в финал четырех Кубка страны это достаточно почетно. Также мы неплохо завершили и пли-офф по сравнению с прошлым годом, мы попали в четверку. И, ну, все-таки нам немножко не хватает еще состава, чтобы биться за самые первые места. Мы постараемся наших болельщиков порадовать уже в новом году и постараться занять место не ниже третьего. Плюс хочу сказать, что у нас в этом году команду сопровождает, в прошедшем году, значит, сопровождает группа поддержки, которая все время ездит с командой, это наши фанаты, мы создаем им определенные условия, автобус, транспорт, питание в дороге, они приезжают и в Москву, и в Ижевск, Урал, поддерживают нашу команду, и в этих городах команда наша уехала с победой, и здесь есть заслуга наших, когда игроки выполняют свою работу и чувствуют, что есть поддержка от самарских болельщиков, то это всегда радует и их немножко мотивирует, немножко по-другому. Это тоже, как бы, большой плюс. Плюс хочу сказать, что у нас в социальной группе клуба уже почти 2200 человек. Это тоже говорит о том, что клуб интересен нашим болельщикам, и то, что мы делаем, их волнует, а нас это, ну, в большей части радует. Ну, вот если говорить о приобретениях, мы в начале сезона уже говорили, что есть группа игроков наших, родных которых вы вернули, они оправдывают ваши надежды? Ну, то, что мы уже сейчас имеем такой процент побед, и очень большая здесь заслуга наших воспитанников, это в первую очередь и Алексея Зазолина, и Димы Головина, и Числова. Ну, приятно, когда вот в успехе твоей команды большую часть, большая часть нагрузки ложится на своих воспитанников. Плюс не забывайте, мы в прошлом году, успешно выступив в молодежном чемпионате ВТБ, мы оттуда забрали и Снегубова, и Чеваренкова. Это говорит о том, что наша структура работает, теперь у других появится возможность на молодежном чемпионате себя зарекомендовать и постараться в ближайшее время пасть уже в главную команду клуба. Поэтому считаю прошедший год достаточно позитивным, но, скажу так, впереди еще очень много работы, очень много нужно еще сделать, потому что мы не хотим останавливаться на достигнутом, мы хотим выходить и в Лигу ВТБ, мы хотим выходить и на международный уровень, и чтобы наш болельщик здесь видел сильнейшие команды Европы и нашей страны. 2017 год, вторая половина сезона, с каким потенциалом мы готовы играть? И готовы ли побеждать и вернуть себе звание чемпиона регулярного сезона, и плюс как мы выступим в плей-офф? Конечно, предугадать все невозможно, но все-таки. Из кубка мы уже вылетели, поэтому мы будем сейчас сконцентрированы только на успешном выступлении в чемпионате, который позволит нам успешно выступить уже в плей-оффе. Поэтому у нас все предпосылки для этого есть, всех соперников мы своих знаем. Мы по составу просто способны быть первыми в этой лиге. Ну, насколько нам удастся по каждому времени, но могу что сказать? Могу только заявить, что мы для этого сделаем все необходимое, чтобы добиться максимального результата. Это был баскетбол на телеканале Саммара Гиз в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08. Или раньше на спортивных площадках Горды С. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!